Это моя 8-летняя дочка Диджей Финский, город-герой Ленинград Либо в ноль, в пятку, в тоннель Свои кулачки разминали на рэперах Не знаю, в аммии всего этого просто нету Блин, 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 блин А все мы знаем, кто виноват Если знают, то я не буду говорить И просто бильярды бить, 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 короче Я Диджей Финский, резидент промо-группы Томов Найт Основатель промо-группы Рамбо Криво Которая делает драм-бэйс-мероприятие По город-герой Ленинграду Первый раз сходил на рэйв в 2003 году Это была пиратская станция Вторая После этого он, на самом деле, очень увлекся электронной музыкой Всегда хотел начаться заняться диджейингом Именно драм-бэйс я начал играть с 2010 года До этого были немножко другие стили Но с 2010-го именно мое сердце лежит в ломаных ритмах Ну, драм-бэйс, как бы, это ломанный ритм Это андеграунд Сейчас такого, как бы, это не коммерция Не что-то такое Это, как бы, люди на него приходят Люди в него врываются Люди хотят слушать эту музыку А не просто ходить потусоваться И побухать там себе телочку Все такое Это было 26 октября 2005 года Блин, на самом деле Было нереально просто здорово Хоть, конечно, косяков надавал Но все же Эмоции были просто, не знаю Эйфорические просто, не знаю Хоть народу было не так много, но все же Это было вот Вау Да, это, короче, нет, еще Это еще был, по-моему, 2011 год, конец, да Я что-то так поженился Это была еще игра, там, офнайт, короче Блин, как-то, не помню, там, Гаудиздент, короче Контр-Кивенс Я там пришел со своей женой, короче Она, кстати, как раз какие-то вот именно с Ромой Инерсовым Я только там познакомил Там сначала случилась, короче, такой завес непонятный За какую-то бабу, которую выислили, короче, эти Дополнные истические, короче И, короче, точно, короче И налетел на ее брат, короче Довали, да, и просто бильярды Бить, 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 короче И после этого мне год на ночейки там, кстати, и предложили Вот такая вот благослужащая полная Ну, поначалу, как бы, все это воспринималось в такие большие штыки Но потом мама начала поддерживать, в принципе, когда я еще поначалу писала музыку Просто я потом от этого отошел, как бы, больше начал заниматься организацией мероприятий Там, как бы, диджей, просто тупо диджей Как бы, не до этого, то, что все было свои заморочек Было тяжело, как бы, ну, в принципе, чего Досигра, бля, своим парням Все это родители поддерживают Это радует Ну, на первую очередь, там, он знает еще, не больше резидентом И отыграл, ну, это был такой завединиц, summer bar Короче, такая маленькая комнатуха Где там танцы на столах устраивали То есть был такой, блин, стейшн беспредел Это еще было в далеком 2011 году Да И все началось с таких маленьких кусочков, блин И все это переросло в такой большой контексте. Илья Миссис – это человек, который на самом деле делает для промо-группы просто очень многое. Это реально очень надежный человек из-за очень такого протона, который ему помогал по жизни неоднократно. В принципе, это очень надежный человек, который делает реально все по точкам, все, что нужно сделать для мероприятия, он все это делает по малейшим плюсикам. Босс и командир команды Time of Night. Для меня самая главная жизнь – это моя 8-летняя дочка, которая сейчас живет в городе Самара, Алина. Это реально моя самая главная победа в жизни. Не знаю, войны и всего этого просто нету. Ну, если выделить, короче, из всех вот именно вот таких пром, да, на котором как, именно, как это, просто как… Ну, как бы сказать… Как посетитель пошел бы, я бы смотрю, сходил бы на Дамагу, естественно, как бы. Да, короче, Саня, он ничего такого не делает. Гангста, Костин, он делает подкасты, все такое, как бы. А, не знаю, я могу только наше там, можно и выделить. Не знаю, по мне, мы, как бы, мы лучше в топе, что делать пока не локальные мероприятия. Ну, на тот момент, как бы, реально, вот, ешь там, прям, в выходной день, там, пятница, суббота, то есть, ты можешь поехать либо в ноль, в пятку, в тоннель, дипсан, по-моему, по-моему, появился. Еще, плюс, много других мероприятий в разных заведениях проходили, там, диджей-бар, журналист, там, все вот эти, как бы. То есть, раньше, движение было гораздо, как бы, не знаю, распространение, продуктивнее, чем сейчас. Сейчас, вот, такие локальные мероприятия делают очень мало промоушенов. И это, на самом деле, очень много разносалов, как бы, потому что надо двигать дальше культуру, чтобы она, реально, не замирала на одном месте. Дальше, сто, вторая, расход, пять, жалпом огонь. Да! Четвертая, работа закончила, расход, пять, ничудов нет. В 2003 году, это тогда было межсезонье, когда не было футбола, и там была тенденция размять свои силы. По воскресенью, если не ошибаюсь, были рэпичные рынки, и мы там свои кулачки разминали на рэперах. А поиграл я там первый раз в 2008 году, но большинство раз именно не поиграл ни в клуб пять, а когда уже потом переименовался в баркод. Ну, из, блин, сайтов, которые идут именно по Drop the Bass, как бы, я выделю Drop the Bass, то это, как бы, сайт, который, наверное, поддерживает культуру подкасты, интернет-радио. То есть, вообще, парням отдельный респект. А вообще, как бы, вот эти интернет-паблики, там, вот эти блогеров. Из блогеров я мог бы выделить кого-то. Мистер Джи из Галактичного, который любит писать такую фигню про всех, у которого самого ничего не получается, а он там все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И все. Я вообще отрабатывал в костюме Деда Мороза. Мне заплодили мой гонорар. Привет, Роберт Манус. Мы с ним вообще офигенно отпусили. Кинули нас на бабки. Бляд, 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 бляд. А все мы знаем, кто виноват. Если с блядами не буду говорить. Финер! Пляд! Пляд! Внутри